Доброго дня, дорогие подписчики! Сегодня 9 ноября вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Владимир Путин призвал разбюрокрачивать помощь фермерам. Россия вернулась в зерновую сделку, Минсельхоз обеспокоен темпами закупок удобрений. Эти и другие новости сегодня в нашем выпуске. Доброго дня, дорогие друзья! В результате вывоз зерна из черноморских портов Украины продолжился. И, вероятно, до 19 ноября, то есть до момента окончания сделки, ему ничто не угрожает. Цены на биржах, успевшие взлететь на негативных новостях, предсказуемо рухнули. И все вернулось на круги своя. По оценке генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, за те два дня, в течение которых действовала приостановка, российская пшеница подорожала на 10-15 долларов за тонну. Но рынок оказался не готов к такому повышению, и в результате продажи встали. Дмитрий Рылько предполагает, что после временного снижения цены на зерновые культуры должны укрепиться. В защиту этого прогноза играют и погодные факторы. Есть проблемы с севом озимых на Украине, дожди в Австралии идут, и засуха в Аргентине также рискует снизить урожай зерновых культур. Впрочем, и работа зернового коридора тоже пока остается под вопросом. Глава МИД РФ Сергей Лавров продолжает настаивать, что сделка выполняется лишь наполовину. То есть сельхозпродукции и минеральные удобрения из России по-прежнему не выведены из-под действия санкции. Прозвучало новое предложение – отменить санкции против Россельхозбанка, чтобы он мог обрабатывать платежи при экспорте зерна. Рейтерс отмечает, что раньше Россельхозбанк не играл значительной роли в международной торговле, продовольствии. Компании обычно предпочитали работать с международными банками и дочерними структурами других российских банков в Швейцарии. Кстати, теперь оказалась не совсем понятна судьба бесплатного зерна. То есть тех 500 тысяч тонн, который министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев успел пообещать беднейшим странам. Теперь, когда гуманитарный коридор снова работает, по идее предпосылок для отправки бесплатного зерна нет. Слова Владимира Путина на совещании с Совбезом не внесли ясности в этот вопрос. Президент подтвердил, что Россия готова безвозмездно поставить зерно, правда, если Украина нарушит свои обязательства. Ну а пока их не нарушила, за зерно, видимо, африканцам все-таки придется платить. В России подходит к концу сев озимых культур. На юге все нормально. В Ставропольском крае сев выполнен на 96%, в Краснодарском на 98%, в Ростовской области почти на 100%. Здесь хочется выразить отдельную благодарность Минсельхозпроду Ростовской области за то, что ведомство не скрывает оперативные данные. В целом по региону все благополучно, но Восток, как казалось, вносит мало удобрений. Как следует из статистики, в Зимовниковском районе с удобрениями посеяно всего 55% озимых, в Дубовском 50%, в Ремонтинском районе всего 32%. Заветинский район план посеву озимых перевыполнил на 16%, но с удобрениями посеяно только 4% площадей. Видимо, аграрии, которые работают в зоне рискованного земледелия, решили не усугублять свои риски еще и огромными затратами на минеральное питание. Минсельхоз России, кстати, не исключает, что в следующем году урожай зерновых будет ниже как раз из-за недостаточного внесения удобрений. На заседании в правительстве Дмитрий Патрушев отметил, что цены на сельхозпродукцию значительно снизились, а стоимость удобрений остается высокой. С августа темпы закупок удобрений снизились и есть риск, что положенные нормы аграрии на поля не внесут. Спросом со стороны аграриев обеспокоен не только Минсельхоз, но и дилеры сельхозтехники. Ассоциация «Асход» провела опрос среди сервисных центров и выяснила, что 44% компаний характеризуют текущую ситуацию как тяжелую. Перечисляя наиболее острые проблемы, дилеры указали на то, что нет определенности с поставками техники. Эта проблема волнует 70% компаний. Падает спрос 53% и уровень собственного оборотного капитала остается низким. В опросе приняли участие 43 дилерских организаций. Показательно, что среди участников опроса значительно выросло количество дилеров российских брендов сельхозтехники. Если в апреле и июне их было 23%, то теперь отечественными машинами занимаются уже 40% дилеров. Российские бренды едва ли станут спасательным кругом для них, потому что спрос падает и на отечественную технику. В ассоциации «Росспецмаш» отметили, что в августе цены на зерно упали и не возвращаются к прежним уровням. В результате спрос падает. По словам председателя правления «Осход» Александра Алтынова, на фоне общей ситуации с зерном аграрии постепенно пересматривают свои инвестиционные проекты и перестают вкладывать в технику, концентрируясь на более оперативных задачах. Эксперт полагает, что инвестиционная пауза задержится и после того, как цены на пшеницу начнут расти. Впрочем, пока по продажам российской сельхозтехники даже наблюдается прирост. С января по сентябрь включительно было продано агромашины оборудования на 168 миллиардов рублей. Это плюс 19% к уровню прошлого года. Производство сельхозтехники за тот же период выросло на 6%, но росло оно неравномерно. Всего за это время выпущено техники на 174 миллиарда рублей. Если вы пропустили, то посмотрите и почитайте на нашем сайте спецпроект, посвященный сельхозтехнике. Особенно интервью с Александром Алтыновым и Денисом Максимкиным из Роспецмаша. На прошлой неделе Владимир Путин встречался в Сочи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Главу Кубани президент попросил не забывать о фермерских хозяйствах, оказывая поддержку крупным товаропроизводителям. Кондратьев ответил, что в крае работает 13 тысяч фермеров и они, цитата, «максимально защищены перед акулами агропромышленного бизнеса». Губернатор сообщил, что из 10,5 миллиардов рублей около полутора миллиардов идет на господдержку именно крестьянско-фермерских хозяйств. Владимир Путин ответил, что бюрократия не должна мешать фермерам пользоваться этими финансовыми инструментами. Он также призвал, цитата, «максимально разбюрокрачивать и освобождать пути, по которым помощь от государства доходила бы как можно быстрее и как можно эффективнее бы работала для конкретных товаропроизводителей». Кондратьев снова отметил, что фермеры сегодня защищены и чувствуют себя даже наравне, что бы мы ни говорили с агрохолдингами. Пусть не в таком объеме, но они тоже теперь право имеют, и их интересы учитываются в общей агропромышленной составляющей региона. В ГИС зерно, которое уже зажало в своих тесных объятиях российского растеневода, вплотную приближается к мукомольным предприятиям и хлебопекам. И ко всем, кто так или иначе связан с переработкой зерна. С января 2023 года компании смогут вносить сведения в систему добровольно, а с марта процедура станет для них обязательной. В Российской гильдии пекарей и кондитеров отметили, что для работы во ГИС зерно придется включить в систему 17,5 тысяч пекарен, которые будут обязаны регулярно вносить огромный объем сведений и информации в систему. Для малого бизнеса, доля которого составляет свыше 95% в общем количестве предприятий хлебопечения, это станет дополнительной административной нагрузкой, а расходы будут включены, конечно, в себестоимость конечной продукции. Гильдия считает необходимым освободить субъекты хлебопечения от обязанности работать во ГИС зерно. На совещании в Торгово-промышленной палате тестовый период работы системы также предложили продлить до 1 сентября 2023 года. Республика Башкортостан стала лидером рейтинга регионов по площади несанкционированных свалок. С января по сентябрь сотрудники Россельхознадзора выявили 288 мест складирования отходов на площади почти 179 гектаров. В Ставропольском крае свалки встречались реже, но были масштабнее. С показателем 136 гектаров хлама Ставропольский край занимает вторую строчку. Всего же с начала года Россельхознадзор обнаружил почти 2000 свалок на общей площади 1400 гектаров. Ведомство установило, что наибольшее количество свалок выявлено на землях сельхозназначения, правообладателями которых являются органы местного самоуправления, либо на землях государственная собственность на которые не разграничена. Россельхознадзор направил обращение к главам Башкортостана, Алтайского края, Омской, Липецкой и Ростовской области с требованием принять меры. Так что имейте совесть, не раскладывайте хлам где попало, потому что пострадают в итоге ваши сельские администрации. Ну и напоследок, чтобы вас немного развлечь, расскажем пару новостей о технологиях машиностроения. Евросоюз, как вы знаете, принимая шестой пакет санкций, объявил эмбарго на закупку российской нефти. Европейские машиностроители уже готовятся к тому, чтобы работать на альтернативных видах топлива. Компания Акка Пауэр разработала новые двигатели Кор 75, которые по-прежнему работают на дизельном топливе, но уже подготовлены для того, чтобы работать и на водороде, и на гидрогенизированном растительном масле. Компания Фэнд, которая связана с холдингом Акка, намерена ввести в эксплуатацию первый водородный трактор уже в декабре этого года. Ну и наши машиностроители ничем не хуже в развитии. Пока ЕС готовится жить без российского сырья, мы учимся работать без европейской электроники. Петербургский тракторный завод и московская компания Когнитив Пилот намерены до конца года выпустить сразу 150 тракторов, которые будут работать совсем без операторов. По оценке компании Когнитив Пилот, эти машины смогут повысить производительность обработки почвы на 20%, экономить семена до 40% и повысить урожайность культур вплоть до 10%. Если в России когда-нибудь разработают правила дорожного движения, которые бы предполагали поездки без водителей, то мы с такой техникой, конечно, преодолеем дефицит механизаторов. На этом наш выпуск завершен. Напоминаем вам, что 22 и 24 ноября на выставке Юг Агра наш издательский дом проведет два круглых стола. Первый будет посвящен зерну и оптимизации затрат при его выращивании, а второй целиком и полностью точному земледелию. Это интересное мероприятие, поэтому мы призываем вас посетить их и приехать на выставку, зарегистрировавшись по ссылке, которая расположена под видео. Спасибо, что вы остаетесь с нами. Спасибо за ваши лайки, комментарии. Мы желаем всем крепкого здоровья, успеха в работе и надеемся, что как можно скорее слово «беспилотник» в нашем лексиконе будет означать исключительно полезную сельхозтехнику. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»